Без права на какой-либо отдых в Подмосковье девушку задержали за то, что она слишком долго сидела в туалете. Это курьезно, если не сказать странно, история произошла возле железнодорожной станции Лобни. Девушка почувствовала себя плохо в электричке и вышла на остановки. Алиса позвонила другу, чтобы он ее забрал, и зашла в платный туалет. Через полчаса в кабинку начала ломиться работница туалета. Начала мне очень грубо требовать, чтобы я оттуда вышла. В общем, я тоже, может быть, немножечко не сдержала свои эмоции. В общем, она вызвала сотрудников полиции. Они приехали, одновременно приехал мой молодой человек. Полиция потребовала, чтобы я оттуда вышла. И проехала с ними в отделение полиции. На вопрос у молодого человека, в чем заключается мое правонарушение, они так и не ответили. Полицейские дождались, пока девушка вышла из кабинки туалета, после чего доставили ее в отделение полиции. Там задержанную продержали целых три часа. У нее снимали отпечатки пальцев, заносили в базу. Когда выяснилось, что Алиса родом с Дальнего Востока, полицейские заявили, что она вполне может заниматься перевозкой наркотиков. При этом девушки дважды вызывали скорую, а потом просто опустили, без объяснений. Действия сотрудников полиции возмутили девушку. Она обратилась с заявлением в прокуратуру Московской области. В чем вообще предмет правонарушения, расскажите. Ну, а может быть, все было не так? Мы решили разобраться в истории на месте событий. В Лобни выехал наш корреспондент Алена Евдокимова. Она встретилась с той самой работницей туалета. Алена, а вот здравствуй, как видится эта история с другой стороны двери туалета? Приветствую. Вот действительно, вот та самая кабинка туалета, из которой Алису прямиком отправили в отделение полиции. Что такое означает слишком долго находиться в туалете? Понятие весьма растяжимое. Я думаю, у каждого понимание об этом времени вообще на самом деле свое. Ну, давайте спросим у смотрительницы туалета Надежды Скаливой. Надежда, скажите, пожалуйста, что у вас есть какой-то норматив на каждого человека? Кто его установил? Начальство или, может быть, вы по собственному опыту? А как может быть норматив на туалет? Откуда известно, сколько человек может, какой у него организм и как реагирует на это? Ну, вот сколько она у вас просидела? Почему вы вызвали полицию? Ну, вот я смотрю, у вас тариф 20 рублей. Что? Час 10 она просидела. Вот за этот час 10 она сколько оскорблений, сколько унижений в мой адрес кидала. Кабина закрыта, я не могла ничего сделать. Я ее просто... Она ссылалась на то, что ей плохо. Я говорю, девушка, если вам плохо, пожалуйста, откройте кабину, я вызову скорую. Или, вон, таксист стоят, я таксиста попрошу, он вас отвезет в больницу. Она матерится, продолжает и сидит, не открывает кабину. Я говорю, девушка, я вызову полицию. Вызывай. Я говорю, не вызывай, а вызывайте, девушка. Вы видели меня? Я женщина в возрасте, мне 78 лет, вы тыкаете. Да она опять, да пошла ты, да уехала ты отсюда. Мне плохо. Сама разговаривает по телефону, я слышу, что рядом же стою. Ну, а почему все-таки вызвали полицию, а не скорую? Разговорите, что вот она ведь жаловалась, но сердце у вас разве не дрогнуло? Ну, плохо ей. Я вызвала и полицию, и собиралась скорую вызвать. Полиция приехала раньше скорой. Она тогда от меня... Меня уже она не оскорбляла. Она переключилась на полицию. Она не открывала им долго. Их обругивала. Вот сейчас приедет мой молодой человек, он меня заберет, мне плохо. Говорит, вот будете, девушка... Ребята говорят с полиции, говорит, будете в отделении говорить. Ну, вот смотрите, она говорила, что еще вы жаловались на то, что ваш бизнес страдает. Четыре клиента не смогли попасть вот за этот час, там, за эти 30-40 минут. Я не знаю, сколько она сидела. Разговора не было, не в этом дело. Я переживала, что у меня человек в кабине долго находится. А Бог его знает, что с ней может быть. А я отвечать должна за нее. Может, она там умрет, а я отвечать буду за нее. Мне это не надо. Я человек в возрасте, и я с юго-востока Украины. Я выживаю здесь. Я нахожусь здесь. День и ночь меня люди знают. Я никого никогда не оскорбила, не унизила. Но она вообще в адекватном состоянии была или нет? Она говорит, что вот... Мне показалось, что она, если бы она была в адекватном состоянии, она бы так не поступала. Тем более, она же слышит, что я же не девочка с ней разговаривает, а старый человек даже по этому самому, по разговору. Вам 78 лет, да? Да, 78 лет. А вот вообще, насколько это место у вас, скажем так, проходимо, популярно, востребовано? Давайте посмотрим, за сколько вы за сегодня заработали? Покажите нам, пожалуйста. Действительно ли ваши, скажем так, клиенты страдали от того, что вот эта кабинка была занята? У вас тут одна кабинка, которая работает? Ну, давайте посмотрим. Полодней было. Ну, вот я с утра, вот я с 6 часов утра. То есть не очень популярное место на самом деле? Не очень популярное место. Я ее не тревожила. Я не знала, что она в кабине. Я искала себе переодежку. Она меня не видела. Я ее не видела, когда она втихую зашла туда. Я нашла носки, переодела, взяла мобилку и взяла зарядное. Вот сюда прийти, рядышком, буквально на зарядку поставить свой телефон. Думаю, а что у меня кабина закрыта? Ну, слушайте, ну, когда ее видели, ну, когда вот она жалась на то, что ей плохо, ну, как вот сердце-то у вас не дрогнуло? Как же не дрогнуло? Я говорю, девушка, ну, открывайте быстрее кабину. Я говорю, вызову или скорую, или помогу вам что-то, или воды дам. Как я не среагировала? Я среагировала. На самом деле, Надежда нам еще успела до этого рассказать, что молодой человек, который приехал помогать своей девушке, он вернулся, да, разгромил тут, значит, вот ее туалет, разбросал ее монетки. И, на самом деле, женщина уже тоже подумывает о том, чтобы написать заявление в полицию, вот на девушку и ее молодого человека. Так что, ну, тут получается такой двойной уже конфликт. Юр. Дело в том, что я... Ну, главное, что хотя бы все живы, во всяком случае, пока. И до суда не дошло, я думаю, все-таки помериться. Это такое место, как баня, где вполне возможны всякие нюансы. Хорошо, что хотя бы без синяков обошлось. Спасибо, Алена. Это был наш корреспондент Алена Евдокимова.